здравствуйте друзья у нас вопрос михаил и светлана здравствуйте два года являюсь вашей подписчицей и благодарным зрителям спасибо за ваш труд у меня такой вопрос если у вас будет время осветить его пожалуйста как быстро могут рассчитывать свежеприбывшие работающие иммигранты на свое жилье нам по 37 лет запаса около 40 тысяч долларов двое подростков детей хочется максимально через год обзавестись небольшим но своим домом в недорогом месте некрупном городе в аризоне к примеру не имею ввиду покупку сразу а в рассрочку как это происходит на сколько лет как делится сумма какой должна быть кредитная история заранее спасибо вам ну что же тема благодатная хотя наверное мы не раз беседовали но я думаю что тем того стоит поговорим значит если вам всего ничего 37 лет на двоих в смысле каждому то вы еще очень молодые ребята я думаю что вы не только там заведете себе домик но может быть вы не один заведете может вы еще и для деток успеете постараться в этой жизни и так далее то есть у вас много много впереди вам еще 30 лет до пенсии так что время есть время точно есть сама по себе задача приобретение недвижимости в течение года с моей точки зрения не очень правильно хотя может так случиться что произойдет именно так как вы говорите вот но это не то чтобы вот надо к этому обязательно стремиться как какой-то светлый и совершенно необходимый такой цели вот именно в течение года если это произойдет через два года например тоже ничего не случится плохого у вас есть некоторый такой географический неопределенный момент и вы должны как бы принимать в расчет что недвижимость я купить легко от нее избавиться бывает сложно особенно в тех местах где она недорого стоит и и не только избавиться но даже допустим уехать куда-то и сдать в аренду то что у вас есть это тоже с одной стороны может быть не просто с другой стороны это может быть не дешево то есть кто-то должен заниматься это может быть жуткая головная боль там и так далее это неплохой опыт конечно если вы так значит на своей шкуре прочувствуете она неплохо но вы же не проблему ищите вы же ищите жилье значит начинающий иммигрант не очень знает где он будет жить там ближайшие 10-15-20 лет и и даже ближайшие пару лет не знает особенно если он живет в таком месте как бы вот как вы говорите в недорогом чем он там занимается я я не очень понимаю все таки чтобы жить в недорогом месте надо какую-то совсем простую работу выполнять поэтому я не знаю ну конечно есть хорошие простые работы не такие даже простые но хорошо оплачивается как можно в госпитале работать тогда медицинским работником каким-то медсестрой например и оплачивается хорошо и вроде а вокруг все недорого можно быть там я не знаю сантехником тоже в общем-то это не не самый низкооплачиваемый человек вот с учетом вот того что на местности все дешево он как бы поряд нормально себя чувствует и тогда я я не знаю ваши профессиональные значит такой структуры в семье но к чему я говорю что может оказаться что это не самое не самое правильное потому что вы не знаете как сложится с работой кроме того у вас два парня растут да я понял так что это мальчики значит но неважно двое детей дети подросткового возраста это значит что вот еще немножко и дети могут куда-то от вас уехать особенно если вы живете в таком месте где им развернуться негде но скажем нет университета если они хотят учиться и так далее поэтому захотите вы жить где-то когда дети уехали или вы захотите быть где-то где дети есть или вы захотите поехать за ними или вы захотите жить в таком месте чтобы детям не пришлось уезжать хотя дети такой элемент мы с вами понимаем динамичный в жизни так что в общем я это все к тому что не обязательно в первый год приобретать теперь с точки зрения встречные как бы стороны да то есть вам должны дать деньги в банке на покупку дома банк на это смотрит так что никто не даст вам денег с тем чтобы их потерять правда нет такой задачи потерять идет оценка рисков какой риск того что вы перестанете платить какой риск того что вас надо будет выселять какой риск того что если вас выселит то можно будет хотя бы свои деньги вернуть при продаже и так далее то есть там очень очень много факторов банки оценивают когда они этим занимаются ну-ка может мы так поступим сейчас нет так лучше поэтому в этом тоже есть некоторая динамика потому что решение которое банк принимает с точки зрения процента под который даются деньги и вообще давать или не давать эти решения тоже во времени меняются критерии меняются потому что экономика может быть лучше или хуже ожидание там того что произойдет может быть лучше или хуже и так далее общая ситуация на рынке на рынках финансовых меняется вот мы пережили период и там лет наверное 5 когда вообще не хотели давать деньги ну 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 никак но я не знаю надо было 40 процентов сделать down payment чтобы тебе дали что-то а раньше давали 20 уверенно меньше 20 там уже смотрели и так далее значит есть несколько ну и может как два очень важных критерия для банков значит первые критерии это сколько лет вы в профессии и ну грубо говоря насколько устойчиво ваши заработки они хотят видеть человека что он хотя бы два года поработал в какой-то профессии поэтому если вы приехали устроились на какую-то работу и пошли в банк за деньгами недостающими то банк говорит о чем бы вам два годик не поработать продан он он нервничать начинает и тут вступает в силу второй критерий который может банк немножко успокоить и этот критерий down payment который вы даете в принципе чем больше тем лучше но в каких-то обстоятельствах вам и с 10 процентами спокойно там дадут оставшиеся недостающие деньги а в какой-то ситуации и и 20 может не устроить но в принципе вы можете там смотреть на сумму 20 процентов то есть сумма 20 процентов down payment а позволяет банку рассчитывать что случись чего там пусть с потерями там за ваш счет но они свои они свои вернут ну например так когда рынок падающей недвижимости они понимают что 20 процентов и мне не поможет поэтому они хотят больший процент даже случись чего и так далее чтобы вы дали больше процентов down payment так что сумма 40 тысяч что из себя представляет допустим она у вас меньше не стало пока вы тут эмигрировали обустраивались и у вас как было 40 тысяч так и есть с этими 40 тысячами ну давайте смотреть где-нибудь в аризоне или в сакраменто например да в окрестностях там финикса в аризоне или там сакраменто вы можете купить дом ну скажем там недорогой ну 130 тысяч например за эту сумму можно практически всюду в недорогом месте купить дом 130 тысяч если вы дадите 26 тысяч в down payment у вас еще останется 14 от ваших 40 что неплохо и банк кстати тоже боится что вы все деньги потратите и ни копейки не останется и вдруг случись там работу потерять перестанете платить поэтому они не хотят чтобы до последнего так израсходовались они хотят что чуть немножко у вас оставалось они смотрят на вашу зарплату насколько насколько много вы зарабатываете это вот еще один фактор но пусть будет третий ваша зарплата и ваши что называется лаябилотис лаябилотис это кому вы еще деньги должны например вот вы приехали и многие мигранты новые им кажется что они станут такие матерыми иммигрантами если заведут себе как можно больше кредитных карт или еще есть такая манера вот как найти меряются разными предметами в жизни но вот частности меряется тем сколько там я могу взять на свою карту какой у меня лимит на моей кредитной карте ну скажем 500 долларов там для начинающего или там тысячу или 3000 или 5000 у меня однажды была кредитная карта на 75 тысяч и когда я понял что это катастрофа я ее сдал обратно потому что значит что происходит когда ты идешь что-то покупать но дом например и банк смотрит на тебя и говорит сколько у него есть кредитных карт и какой совокупный лимит то есть сколько я в принципе могу одолжить на эти карты то есть у вас может быть абсолютно чистый баланс ноль понимаете но если у вас есть карта вот как у меня было на 75 тысяч они говорят значит 75 тысяч мы вычитаем из его остающихся возможности потому что сейчас он там может быть ничего не взял но он же может в любой момент пойти взять и тогда он должен будут будет выплачивать а как же он будет выплачивать наш кредит такая логика поэтому значит вот вашего и белый тис то есть сколько вы уже платить а что вы платите вы платите например за автомобиль лоун у нас тут был момент мы приобретали там недвижимость пару лет назад так они нас вынудили при том что мы с хорошим доходом и все такое но они не смотрят там звучит на сам доход они смотрят соотношение дохода и кому мы чего должны а мы должны кому-то чего-то безусловно и вот нам пришлось выплатить мой автомобиль светланы автомобиль подчистую вот и и так далее вот поэтому до такого иногда доходит то есть они смотрят соотношения сколько ты получаешь и сколько ты должен заплатить всем остальным смотрят на разницу и вот эта разница и есть то что они оценивают считается ну опять это варьируется процент но допустим от там вашего дохода который у вас есть грязными допустим у меня грязными 100 тысяч у жены грязными 100 тысяч вот у нас вместе грязными 200 никто не смотрит сколько у нас останется после налогов и вот 200 и говорят мы не можем ему одолжить больше чем 35 процентов от этой суммы и надо до 38 до 40 доходит зависимости от от разных обстоятельств момента времени и так далее но грубо говоря там 35 процентов вот допустим вы пошли работать оба и один получает 10 долларов час и другой получает 10 долларов час ночью получаете 100 примерно 40 тысяч в год на семью 40 тысяч в год они как но хорошо а какие у вас там долги допустим вас вообще никаких долгов нет машину купили за наличку там я не знаю допустим вот у вас нет никаких долгов значит треть этой суммы передам 35 процентов от этой суммы будет что-нибудь там 12 13 тысяч в год хорошо 12 грубо говоря 1000 долларов в месяц 1000 долларов в месяц они могут платить в моргить мы так вот прикидываем соответственно следующий фактор который вступает в игру это интерес трейд который в данный момент доступен вам то есть банковский процент под которой вы можете взять свою эту ипотеку взять получить моргить потому что при том же самом доходе если у вас допустим ситуация когда вы покупаете под 8 процентов наша первая покупка была такая у нас был по 8 25 процентов такое время было 8 25 процентов это одно дело а сейчас например три с половиной процента но у вас существенно меньше платежи ну существенно кардинально меньше платежи больше того скажем если у меня сейчас три с половиной процента вот мне дают это не значит что если бы я только приехал или скажем год поработал или даже два года поработал мне бы тоже далее вот эти три с половиной процента учитывая что у меня нет такого высокого еще там кредитного рейтинга credit score называется да и так далее там разные факторы значит мне могут такого процента не дать хорошего может быть не дадут там четыре с половиной и так далее то есть когда мы определились с тем какую сумму вы можете платить в месяц значит мы смотрим на то сколько вы хотите одолжить а вы дав 20 процентов 20 процентов то есть что там получается 26000 от 130 значит сто четыре тысячи вы хотите одолжить 104 тысяч значит со ста четырех тысяч под ну грубо говоря там под четыре процента я не умею в уме эти проценты подсчитывать но вы можете на калькуляторе на любом вы можете пойти погуглить на мордить калки лейтерта и там прямо любые там цифры вписываешь и смотришь какие платежи но я не я не думаю что вам там с тысячи со ста тысяч мордить надо платить больше чем тысячу в месяц это нереально скорее всего суммы меньше вот но посмотрите и тогда вы не смотри когда нормально но если пока это все произойдет интерес повысится а вот нам обещают что сейчас в декабре немножечко повысится а к моменту когда вы приедете может быть еще повысится к моменту когда вы соберетесь покупать может быть разгуляется инфляция и там будет 7 процентов мы не знаем и тогда значит вот как конкретно вот на данный момент времени вот для вот этих вот людей почему говорят что надо иметь хорошую кредитную историю потому что в тот момент когда вам определяют тот интерес который под который вам дают деньги в этот момент срабатывает ваша кредитная история либо вам больше интереса навешивают либо меньше если у вас были было банкротство не дай бог вам могут вообще отказать там в последующие лет пять шесть семь если у вас например были нерегулярные выплаты по кредитным картам вот вы где-то набрали там кредитных карт тут задержали там пропустили платеж тот три месяца не платили потом вдруг заплатили и вот это вот вся фигня пошла то есть у вас будет очень низкий кредитный скорб соответственно вам либо вообще не дадут либо дадут по такому мусорному рейту когда она совсем плохо то есть уже не знаю стоит ли брать то есть может быть какое-то время подождать исправить свой этот рейтинг и так далее то есть в этом смысле очень важно поддерживать свой кредит скорб на хорошем уровне но достигается это тем что вы просто аккуратно платите вот то что взяли вот вот то платите аккуратно и некоторые там пытаются какие-то искусственные методы для повышения кредитного скоро есть очень это большая тема я не хочу сейчас туда залезать но я просто рассказываю что влияет лишь проблема новичка эмигранта состоит в том что он не имеет приличного кредитного рейтинга есть другой момент может показаться что вот вы сейчас приехали пошли там взяли не знаю там холодильник взяли в кредит или может быть автомобиль взяли в кредит и вот у вас на этой почве значит появляется хороший кредитный скорб это не так дело не в том что вы надежно выплачиваете маленькие суммы дело в том что вы надежно выплачиваете существенные для вас суммы вот это важно вот это делает вам хороший там кредитный скорб скорб а если вы брали там по 50 долларов чего-то и потом эти 50 долларов регулярно платили это конечно лучше чем если бы вы и 50 долларов где-то там заскрепили и чуть не так сделали безусловно но в общем то это не делает вас еще таким проверенным надежным плательщикам аккуратным так далее вот такие дела но опять если вы хотите дом не за 130 тысяч а там не знаю за 230 вот все те же самые правила значит к вам применятся но вас же никто не заставляет получать по 10 долларов в час там на каждую да вы можете получать и в два раза больше и в три раза больше и в пять раз больше это абсолютно никак не цены не запрограммировано в таком плане поэтому зарабатывайте хорошо и пожалуйста можете можете приобретать жилье вот мы сейчас были со светланы в мичигане я показывал дом за 160 тысяч но там и за и за 80 есть и за 90 и за 100 то есть в принципе если будете хорошо зарабатывать и жить в таком месте вы можете каждый год приобретать там по чуть-чуть по чуть-чуть там тут домик там домик через через год значит взяли там с 20 процентами сдали там какие-то жильцы жильцы пока выплачивают там под накопили денег еще взяли и так далее поэтому 37 лет боже мы примерно со светланы моей в таком же возрасте приехали мы были там на два года моложе мне было почти 35 лет поэтому я хочу сказать это возраст который вам позволяет успеть и поспеть абсолютно всюду вот тем более что ребята у вас выросли детишки-то поэтому вам не нужно как допустим американцы или скажем наши соотечественники на которых так более современном таком состоянии ума находится когда они там в 30 лет поженились там в 33-34 у них первый ребенок там в 37 второй и а у вас уже двое уже выросли мы тоже такие были мы приехали вот когда нам было 37 уже ребенку было там 14 поэтому 14 может 15 так вот такого плана поэтому мы абсолютно не потратились на все эти вот детские дела здесь ну конечно там уже относительно взрослые дела там каких-то денег стоили там университет и так далее но вообще в то время надо сказать существенно дешевле все было ну не суть сейчас зарплата зато намного больше намного то есть когда мы платили за ее университет мы получали я не знаю ну раза в три наверное меньше чем мы получали бы сегодня на той же самой работе вот как тогда мы выполняли поэтому в общем вполне вполне доступные цены если это не частные университеты государственные поэтому все нормально так что вы на самом деле финансово находитесь в очень выгодной ситуации по сравнению с подавляющим большинством людей в вашем возрасте ну может быть я не берусь оценить количество может быть я так слишком сильно сказал очень многими людьми у которых детки еще маленькие или вообще деток нет и так далее вы по сравнению с ними находитесь в гораздо лучшее финансовой ситуации и у вас есть возможности просто сказочные так ну давайте искать место для парковки а что тут искать вот только подумаешь о добром и сразу доброе вот с нами случается ой тут прямо как первое сентября в белом передничке такие гимназистки ходят а это наша сотрудница так а хэллоуин наверное да да ребят сегодня же хэллоуин и народ наряжается я не наряжался но у меня есть ковбойская шляпа я сейчас одену и буду праздничным вот такой можно сказать американский ковбой жилетки из бизоньей кожи вот чего и вам желаем то есть не то что жилетки но что все хорошо получилось и с недвижимостью тоже я надеюсь что я основные принципы изложил таким как бы простым понятным языком вот ну наверное все счастливо